Друзья, всем привет! С вами снова Димас, вы на канале Клубц Бразер Хукс. Все решили приготовить мясо по-французски, если так можно выразиться. Решили в нашу лепту внести, как мы видим, этот рецепт, в принципе, достаточно вкусный. Возможно, он как-то по-другому называется. Мы доготовим это всё с томатами, и томаты дают в свою кислинку. Кто любит томаты, тот меня поймёт, они как бы расщепляют мясо немножко и придают ему вкус определённый. Мясо сегодня мы взяли, вот у нас была свинина духовая, можете карбонат взять, может шейку пожирнее. Ну, как бы, кому как нравится. Я её уже порезал на небольшие пласты, чтобы было удобно сейчас отбивать её, где-то полсантиметра, чуть побольше, 0,6 сантиметров. Будем использовать яблоко и лук. Можете любой использовать, красный лук или зелёное яблоко, мы вот взяли просто всё деревенское сорвали и сделали. И томаты тоже деревенские. Сколько мы возьмём, я так приготовил побольше. Ну, наверное, чашку мы возьмём, это сделаем в блендере, миксанём. Всё с чесночком это миксанём, чтобы придать тоже вкусный такой вот чесночный аромат. Свинина очень любит чеснок. И специи мы будем сегодня использовать, только соль. И у нас будет использоваться перец четырёх видов. Тут такие больше специи не особо нужны. Ну, кто любит разные, можете добавить, но мы не будем добавлять. Также масло и майонез с сыром. Сначала мы немножко отобьём наше мясо. Вот, я использую плёнку, ей удобно отбивать, хорошо. Мясо не брызгается и хорошо пластуется по поверхности. Сильно не рвётся особо. Можете отбивать с одной стороны, можете с двух, как вам больше нравится. Мы отбили нашим мясом, масло налили уже. Добавим перчика. Кто любит поострее, добавьте побольше. Вот и соли. Соль крупная, ну, вы можете любую использовать. Свинина любит соль, не забывайте об этом. Тем более у нас будут томаты, они часть заберут. И всё, вот, аккуратно. Прям маслицы в самом подносе перемените, делайте массаж. Немножко промариновали и выкладываем по всей поверхности нашего подноса. Даже можно немножко с нахлостом друг на друга. Одно из самых доступных мяс, которые сейчас остались в современном мире, в магазинах и тому подобное. Остальное всё очень стоит дорого, особенно говядина у нас в России. Ну вот, распределяем всё хорошо, аккуратненько. Затем отставляем. Зрежем наши яблочки. Нарезаем полукольцами, мелочок. Можете мельче это сделать. Всё мелко нарезаем. И как перемешиваем, немножко мнём, чтобы сок пошёл. Укрываем нашу свинину. По всей поверхности распределяем. И аккуратно распределяем. Можете залить всё, либо распределяем всё вот так по поверхности тоже. По краям. И чеснок тоже. Можно миксануть. Можно просто мелко порубить, добавить. Затем берём майонез-сыр наш. И натираем всё на крупной тёрке. И добавляем майонез. Несколько ложечек. И всё перемешиваем. Всё по поверхности раскладываем аккуратненько. Закрываем наше мясо всё. Ну вот сыр заложили по всей поверхности. Почти у нас хватило. Ну, он сейчас расползётся, ничего страшного. Закроется будет, как шапка. Просто можно сделать, как бы на самом деле, намазать майонезом, посыпать сыром. Но у вас не получится такой шапки. Как сейчас вы увидите в конце, какая у нас получится. Просто сейчас майонез с сыром объединится, и будет, как бы, всю поверхность такая более ровная. А если вы сделаете майонез и добавите сыр, хотя сильно засыпите, всё равно у вас не получится такая шапочка. Всё, сейчас у нас, в принципе, всё готово. У нас разогревался наш конвектомат. Наша чудо-печка. 200 градусов мы разогрели. Пойдём ставить минут на 30-45 примерно. Всё зависит, опять же, от вашей печки. Вот, смотрите, у нас 200 градусов, вверх-вниз. Может, на 180 поставить. И всё ставим сначала. Вот мы вниз поставили, потом наверх поставим. Закрываем. Всё готовится. А, ну вот, смотрите, прошло минут 40 примерно. Наверх вообще не ставили. Мы на низу это всё запекали. Как вы видите, отличная, отличная корочка у нас получилась. Она не хрустит, но она отличная шапочка вот такая. Также томат присутствует. Смотрите, сколько бульона. Отличный вариант запаха, вообще обалденный. Кто любит вот такое мясо запекать, любую курицу, говядину, либо свинину, как мы в данной ситуации, он меня поймёт. Сочетание майонеза и сыра, чуть-чуть луковые вот эти нотки, это вообще божественно. Будем пробовать сейчас. Фотки сделали. Как мы делаем? Мы макаем наш хлебушек. Мы кусочек свининки берём. Вот так. Это волшебство. И пробуем. Это тает просто. Божественное мясо. Мясо в духовке тушёное. Кто делает, вы знаете, вы поймёте меня, что это очень вкусно. Друзья мои, кому понравилось видео, обязательно подписывайтесь, кто первый раз на канале. Вот такая вот штука мы сегодня сделали. Аля мясо по-французски с использованием свинины и томатов. Всем приятного аппетита. Как всегда был с вами Димас. Всем пока, удачи, здоровья. Увидимся на нашем канале. Лайки, лайки, лайки. Спасибо.